И всем привет, ребят, с вами Мистер Банк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы протестируем очень интересную пушку, которая поменялась в своем балансе в предыдущем обновлении в лучшую сторону, это пушка Смака. С предыдущего обновления у нее стал больше урон, больше критический урон, перезарядка при этом стала чуточку дольше, ну и при этом занерфились устройства на нее, соответственно, я хочу сегодня протестировать Смаку без никаких абсолютно устройств, так как ее параметры в стандартном своем виде стали лучше и интереснее, ну и заодно посмотрим, каково себя показывает пушка Смаки на сегодняшний момент времени без никаких дополнительных устройств. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно, тоже не забывайте участвовать в розыгрыше на тренировке слов на 20 тысяч танкоинов, для этого он строкер в аккаунте, кстати, мы лично так, так, темпая, дальше вформляйте покупку в магазине, ну и за платформу, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами пикаем быстрый боечек, в принципе, никакой определенный режим здесь я выбирать не буду, пикаем быстрый бой, посмотрим, куда меня запикает в матчмейкинге, ну и дальше будем уже стараться показать какой-то хороший результат с этой замечательной комбинацией. Запикивает меня на жаворонки. В принципе, ну, наверное, неплохая карта для того, чтобы постараться реализовать, ну и заодно посмотреть вообще, как работает Смака. Я специально запикался именно на Викинге, да, так как Викинг можно шикарно реализовать на пушке Смоки, ну и заодно посмотрим, как вообще Смака на сегодняшний момент времени чувствует себя по балансу, так как я на этой пушке уже давным-давно не играл, еще и учитывая то, что ее апнули, поэтому будет интересно посмотреть, кто из этого дела у нас... Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, найс, спасибо тиммейту я. И так тут еле держусь, так сказать, на ногах, а мне так еще и прикола дает тиммейт с шариком в бочину. Так, ну и у нас точка появляется сверху, можно, по идее, не труп рожать с респа, чтобы по-быстрому захватить эту тоже точечку, и шанс, кстати, сделать досрочку в рамках этого боя. Ну и постараться четко, быстро выиграть катку. На средней дистанции я уже вижу, что по урону есть проблемы, да, то есть на маленькой средней дистанции все в порядке, на большой дистанции с уроном есть очевидные проблемы, да, то есть поэтому играйте лучше на средней дистанции с таким вооружением, ну, чтобы на постоянной основе у вас была возможность накидки очень и очень хорошего количества урона. Так, ну и у нас какие-то хор лаги в нашей игре происходят в таких моментах. Даже интересно, интересно. Что у нас тут опять за такие лаги? Ну ладно, вроде как все в порядке. Так, наша задача сейчас быстро дождаться оудишки, оудишки и попробовать реализовать свое вооружение, вооружение, опачки. Главный киберспортсмен танков онлайн. Ну, я бы сказал, чемпион жесткий. Жесткий чемпиончик. Так, ну и у нас уже 2-0. По килам, конечно, пока, если честно, нет никакого суперрезультата, то нифига себе, с нами еще и играет Крусейдер Трофейный. Ничего себе, вот это прикол. А это что такое? А, это диктатор новый, да? Да, это новый диктатор, понял. Короче, такой подпикинг жесткий в матчмейкинге сработал. Так, ну и попробуем реализовать вообще овердрайв. Посмотреть, что с овердрайвом на смоке. По урону вроде как неплохо, но как будто бы смока все равно. Относительно сегодняшнего баланса. Ну, не выглядит столь жестко, столь сильно. Так, надо постараться реализовать кишечку. То есть минус, наверное, тут. Неплохо попытаться раскрутиться. Хорошо, 3 кило есть. 4 кило. Отлично. Отлично, в принципе. Так, а до скольки сейчас у нас точек играется осада, чтобы я знал, до 7 или... Ну да, наверное, до 7. Здесь будет быстрая досрочка. Будет быстрая досрочка. О, мне даже овердрайв. Оставляет тиммейт. Отлично. Матчмейкинг превращается в качественный геймплей. Даже неожиданно, если честно. Но это, наверное, просто по таймингу, по времени запикался. Ой-ой-ой. Хороший промежуток. Парелла жесткая залетела от противника. Так, ну... Попробуем что-то покидать. Что-то покидать попробуем. Овердрайв я не вижу смысла здесь прожимать с таким количеством хп. Поэтому лучше и проще просто улететь на респаунчик. Так, есть возможность вот сейчас реализации с моста, наверное, овердрайва. Противник играет. Да, противник играет, поэтому прожмемся. Стараемся быстро реализовать. На три килла. На три килла, в принципе, наверное, неплохая реализация овердрайва. Учитывая, что ты реализуешь этот овердрайв быстро. Наверное, это неплохо. Наверное, это неплохо. Забираем быструю пятую точку. Ну и стараемся хотя бы здесь дойти до какой-нибудь тысячи. До какой-нибудь тысяченочки. В целом, наверное, это реально. Дойти до тысячи. Такой катки. Ну и при этом еще и быстрая досрочка. Десять киллов. Ну, не сказать, конечно, что это какое-то большое количество киллов. В целом, наверное, пойдет. Для такого боя. Для быстрой турбо-сливной катки от оппонентов. Наверное, это неплохой результатик. Так, еще бы овердрайвы посмотреть. Как под овердрайвом будет у нас работать. Что-то дело. Но удишечка пока что не залетает. Пол залетает зато от оппонента. Называется. Вылетаем на респе. Еще один овердрайв, я думаю, что будет. В плане реализации в такой каточке. Ну и можно по-хорошему. Можно по-хорошему здесь постараться. Чуть-чуть продлить этот бой. Хотя, мне в принципе, наверное, досрочка устроили. Ну, по накидке неплохо. Прям неплохо. Для смоки, которая на протяжении длительного периода времени была прям в плохом балансе. Наверное, неплохо. Я не скажу, что прям очень сильно чувствуется ап смоки. Но, наверное, неплохо. Пойдет шестая точка. Есть 90% овердрайва. У меня теперь появилась личная изида. В виде чемпиона. Неплохо. Неплохо. Так, ну и осталось реализовать еще разочек овердрайв. 17 киллов за полкатки. За полкатки 17 киллов при турбо-выигрышном бое. Ну, наверное, неплохой результат. Наверное, неплохой результат, учитывая, что у нас есть тиммейты, которые уже по сороковочке здесь дали. С хорошими вооружениями. Ну, наверное, в целом, это достойный результат для такого вооружения. Ну, и мы делаем досрочку в рамках этого боя. Честно говоря, не особо сильно чувствуется этот ап смоки. Да, я не так много играл на смоке в последнее время. Но, в целом, пушка адекватная, да, и по балансу на ней на сегодняшний момент времени, я думаю, что можно играть, как минимум пробовать играть, потому что резистов от нее в матчмейкинге нет. Пишите, что вы думаете по поводу смоки, по поводу ее баланса на сегодняшний момент времени. Ну, и что для вас на сегодняшний момент времени является тем вооружением, которое прям, ну, супер топ, что для вас лютая имба. Поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok